Силы ухоженные волосы В Египте носили парики, тщательно заплетенные в косички. Пряди волос были подстрижены на одном уровне ниже ушей. Челкая ли косички убирались назад с помощью диадем или обручей. Парики из дорогостоящих материалов носили жрецы, а позже и представители господствующих классов. Парикмахерское искусство наиболее развито было в Греции. Прически выполнялись тщательно и искусно. Существовало множество способов плетения и завивок. Волосы крутили на железные стержни, которые называли коломисами. Так как прически были сложными и многодельными, на их выполнение уходило много времени. Древние египтяне и греки обладали знаниями косметических рецептов для окрашивания волос. Основной была хна, а также растительные порошки с оттеночным эффектом. Греческие дамы стремились иметь пепельные или золотистые волосы. У египтян модными были темно-коричневые или черные. В императорском Риме высоко ценились светлые волосы и парики. Парикмахерское искусство достигло виртуозности. Женские прически были роскошными и замысловатыми. В моде была крутая завивка, которую поднимали вверх и начесывали. Позже изобрели средства для осветления волос, рецепт которого не сохранился. Но не только женщины ухаживали за волосами. Римские мужчины носили короткие стрижки, брели усы и бороду. В средние века зарождается культ прекрасной дамы. Она была тонкой, почти бесплотной. Длинные золотые локоны спадали до бедер. Молодые девушки носили волосы распущенными, а замужние дамы прятали свои волосы под покрывалом. Непременным условием красоты были кудри. Их завивали с помощью щипцов и специально разогретых палочек. Также в моде был открытый высокий лоб. Для большей выразительности лица ради этого женщины сбривали часть своих волос. С середины 17 века в моду входят сложные объемные прически, украшенные драгоценностями. На смену стилю барокко приходит рококо, и большие прически уступают место маленьким изящным с трубчатыми локонами. Появилась пудренная прическа. В эпоху классицизма впервые у женщин появляются короткие стрижки. Прически становятся более простыми и естественными. Ампир приводит за собой локоны. Круглые, плоские, спиральные, украшенные перьями, обручами и заколками. Во второй половине 19 века прически становятся проще. В 1904 году Шарли Нестлей изобрел термическую долгосрочную шестимесячную завивку. Также в моду входит короткая геометрическая стрижка. В 20-е годы 20 века господство блондинок свергнуто. В моде хрупкие и бледные девушки с черными короткостриженными волосами и прямой челкой. В 40-е годы стиль женской одежды был военизированным, но в моде держали сложные прически с локонами до плеч. В 50-е годы в кино появляется Мэрлин Монро, которая возвращает моду на блондинок. Позже кумиром становится Бриджит Бардо. Она вводит целый ряд причесок. Это прямые длинные распущенные волосы, конский хвост, пышную бабету с начесом. В конце 60-х годов английский парикмахер Видал Сосун создает свою знаменитую демократическую стрижку. В 70-е годы приносят миру химическую завивку. В конце этого десятилетия в Лондоне появляются панки. Мода не отвергла стиль панков, а облагородила его. Появилась стрижка каскад и совсем короткая стрижка ежик. В середине 80-х маятник моды повернулся в сторону женственности, и длинные волосы снова возвращаются в моду. На современном этапе в парикмахерском искусстве четкие рамки отсутствуют, что дает женщинам свободу выбора. Модно сейчас очень, и как и в том году, и в этом году. Косы, разнообразные косы, хоть одна, хоть две. Также с ленты, ленты вплетают, разноцветные пряди. В свадебных прическах они очень модные, в повседневной жизни. Также можно их закалывать, разнообразные розы из них можно делать. Косы – это всегда красиво и удобно. Но не каждая девушка сможет выполнить плетение самостоятельно. В таких случаях парикмахеры предлагают прически с более простым процессом создания. В этом году очень модные, легкие, бодрявые волосы, которые можно накрутить с помощью плойки, с помощью пигутей. Также фен с горячим воздухом и брашинг. Укладывают с помощью лака. Также иногда используют фоск для отделения некоторых прядей. Такая прическа придаст девушке легкости, нежности и романтичности. Разрабатывая тенденции на сезон, парикмахеры подумали о тех, кто длинным волосам предпочитает стрижки. Для девушек подобрали две стрижки. Это буб и каре. Каре может быть градуированное. Это разная длина. С косыми челками, ровными. Но также надо смотреть и на лицо. Какой тип лица. Овальное, квадратное, ромбовидное. Сейчас в моде рыжий цвет волос. Черный, карамельный, фиолетовый. Даже в некоторых случаях можно сочетать эти цвета. Подбирая прическу, стоит обратить внимание на особенности внешности наряд и аксессуары, чтобы создать целостный образ. Это поможет вам выглядеть комфортно и естественно. Хочется пожелать всем женщинам и девушкам найти свой образ. И не бояться экспериментировать.